В середине прошлого столетия, 20-го столетия, один американский психолог по имени Эйбрахам Маслоу предложил концепцию, которая получила название по его имени. Эта концепция называется «Пирамида потребностей Маслоу». Мы надеемся ее сейчас увидеть на экране. Речь идет о том, что все нужные потребности человека, они наделены определенной значимостью. И вот внизу, как вы можете видеть, находятся физиологические потребности человека. То есть, это потребность в пище, в питье. Также в защите, в физической безопасности. Нужда в жилье. Вот это вот первое, потом второе и так далее, вплоть до самой вершины пирамиды. Сегодня я хотел бы задать вам, возлюбленный, следующий вопрос. И я хочу спросить вам, мой директор, следующий вопрос. Какова шкала ценностей, отраженная и открытая в Священном Писании? Какова пирамида ценностей Библии? What is the pyramid of values in the Bible? И для этого я приглашаю открыть Евангелие от Матфея, 22 главу. And I invite you to open Matthew 22. И мы прочитаем там стихи с 35 по 38 для начала. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря. And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус отвечал ему, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. And he said to him, you shall love your Lord, your God, with all your heart and with all your soul and with all your mind. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Первое, что мы узнаем отсюда, это то, что градация заповеди на самом деле существует. Отвечая на вопрос, Иисус не сказал, твой вопрос некорректен, все заповеди равны. Он говорит, есть такая заповедь, которая важнее, которая первая, которая самая главная. Какая же это заповедь? Давайте все вместе. Люби Бога. Прежде всего, люби Господа Бога твоего. На первом месте должна стоять любовь к Богу. Это первая заповедь. И вот, когда мы вчитываемся в текст этой заповеди, то очень интересно обратить внимание на то, что после всякого описания естества человека, есть местоимение. There is a noun. For noun. Написано, что мы читаем. What does it say? Сердцем твоим, your heart, душою твоею, all your soul, and all your mind. Скажите, вот попытайтесь убрать эти местоимения, поменяют ли они картину? If you reduce and take out those words, will the picture, general picture change? Нет. No. Но Богу важно было подчеркнуть личное местоимение. But for God, it was important to highlight personal factor. То есть, речь идет не просто о сердце, не просто о душе, не просто о разумении, а о твоем лично. It talks not only about heart, soul, and mind, but about personal. То есть, противопоставляется либо Бог, либо ты. So, it's contrary, either it's you or God. В этой иерархии, in this hierarchy, Бог должен быть на первом месте. God should be taking the first place. А все, что твое, what is yours, сердце, душа, разумение, все это уступает первому. Что же это значит на практике, дорогие? Во-первых, стоит вопрос так. Божья воля или мое разумение? Божья воля или мои взгляды? И вот здесь в Священном Писании у нас есть примеры и негативные на эту тему, и положительные. So, in scriptures we have examples, negative examples and positive examples to help us to understand it. Ну, давайте будем читать несколько отрывок. Let's read a couple passages. Книга Псалтирь, 49 глава, стихи 16 и 17. Psalm 50, verses 16 и 17. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои? But to the wicked God says, what right have you to recite my statutes or take my covenant on your lips? Давайте пока сделаем паузу. Let's pause here. Посмотрите. Кто берет уставы Божьи, завет Божий в уста и их проповедует? Who takes God's statutes and covenant and proclaims them? Generally speaking, who are those people? Люди верующие. Usually righteous people. Люди Божьи. God's people. То есть, это те, кто знает Слово Божье, знает Божью волю и провозглашает, проповедует, то есть других даже учит. Those who know God's will and God's word and proclaim it and teach others. It's usually like that. И вот этим людям Бог говорит, вы кто? And God says to those people, you are who? Грешники. Sinners. Странно звучит, правда? It sounds strange, right? Давайте читать следующий стих. Let's keep on reading. То есть, ты берешь, ты проповедуешь слова мои, а дальше написано, сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. So you take my words and you preach them, but you hate discipline and you cast my words behind you. Это называется притворство. It means playing, a person who plays. Да, то есть человек звучит так, как будто бы он Божий человек, он принимает и он даже других наставляет. It sounds like a person accepts it and he even teaches others. Но на самом деле его жизнь Божьей воле не соответствует. Давайте еще один отрывочек. Книга пророка Иеремии 44, глава стихи с 15 по 17. Jeremiah 44. And all the men who knew that their wives had made offerings to other gods and all the women who stood by a great assembly, all the people who lived in Patros in the land of Egypt answered Jeremiah. As for the word that you have spoken to us in the name of the Lord, we will not listen to you. но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кодить богини неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши, князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы и беды не видели. Здесь описывается ситуация, когда люди прямо заявляют, что они не намереваются и не будут ставить Божью волю на первое место. Here is the situation that people saying and proclaiming that they are not going to fulfill God's will. То есть это прямое и вербальное и своими поступками отвержение Божьей воли. They reject God's will by their actions and their words. Почему они так делают? Why they are doing that? Посмотрите на текст, что вы видите? Какова их причина? What do you see? What's the reason? Потому что, когда мы нарушали Божью волю, мы были сыты и счастливы и беды не видели. Because when we broke God's will, we had plenty of food prospered and saw no disaster. Что Бог на эту тему думает, нас мало интересует. Нам главное, чтобы мы были сыты и счастливы и беды не видите. We don't really care what God thinks. We need food. We need to be happy and we don't want to see any disaster. В материалистическом мировоззрении говорили, бытие определяет сознание. In materialistic world of view, they say the being defined our mind. То есть наше окружение, вот если нам хорошо, вот это и есть наша философия жизни, так и будем продолжать жить. Our surrounding, our society is our definition. We will continue to live like that. Это вот парочка негативных примеров. These are the couple of negative examples from Бога. Бог явно не в приоритете, в шкале ценностей. Where God is obviously not prioritizing on a hierarchy of values. some of them just try to make it look like they love God with their mouth. А другие прямо говорят, нет, что Бог сказал, меня мало интересует, мне главное покушать, и чтобы у меня все было хорошо. And others straightforward, they reject God's will, they say, all I need is food, and to be good, that's all I need. And now a couple of positive examples from Bible. Книга Иова, двенадцатая, двадцать третья, глава стихи одиннадцатый и двенадцатый. Job 23, 11. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. My food has held fast to his steps, I have kept his way and have not turned aside. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его, хранил больше, нежели мои правила. I have not departed from the commandments of his lips. I have treasured the words of his mouth more than the portion of food. То есть, у человека есть свои представления, есть свое мировоззрение, a person has his worldview, но он говорит, как только я познаю, что на эту тему думает Господь, я сразу отказываюсь от своих идей. But he says, as soon as I find out the will of God, I reject my own understanding. Давайте посмотрим на книгу про Каиса и 50-ю главу 5-й стих. Let's look at Isaiah 55. Написано, Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious, I turned not backward. То есть, когда нечто стало понятно, вот она воля Божья какая, when he understood the will of God how it is, он говорит, я не воспротивился, я не отступил назад, я принял ее. He says, I was not rebellious, I turned not backward, I accepted it. Когда мы читаем о главной заповеди из всех заповедей Божьих, when we read about the main commandment out of all the commandments of God, люби Господа Бога твоего, love your God, Библия размещает эту заповедь, во-первых, в контекст соревнования между моими идеями, моими понятиями, моим мировоззрением и Божьей волей. God puts this commandment in the midst of competition between my own understanding, my worldview, and God's. Возлюбленные, на кого вы больше похожи, на первые два примера или два последних? Who do you look more alike the first examples or the last two? Приглашаю вас об этом задуматься. I invite you to think about this. Давай теперь посмотрим еще на одну деталь. Let's look at one more detail. Заповедь гласит. The commandment says, люби Господа Бога твоего, love your God, всею душою твоей. With all your soul. И слово душа в Библии, как вы знаете, имеет ряд значений. Soul, word soul, has a couple meanings in scriptures. Но в частности, вот в греческом тексте, который мы читаем, это слово психе, откуда психология, психика, психи и так далее. This is where we get psychology and all the rest of the words. То есть речь идет об эмоциональной природе человека. Here we read about emotional nature of human. О чувствах, об эмоциях. Feelings and emotions. О желаниях, о том, чего мне хочется. I want. And this is what the Lord says. Love you more than what? Than your own desires. Love me more than your own desires. Во-вторых, люби меня больше, чем то, что тебе хочется. Secondly, love me more than what you desire. Итак, стоит вопрос, Божья воля или мои желания? And here's the question before us, God's will or my own desires? Приведем два негативных примера. Let's bring two negative examples. Книга Судей, 14 глава, первые три стиха. Judges, chapter 14, first three verses. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистинских. Самсон went down to Timna and at Timna he saw one of the daughters of the Philistines. Он пошел и объявил отцу своего и матери своей и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистинских, возьмите ее мне в жену. Then he came up and told his father and mother I saw one of the daughters of Philistines at Timna now get her for me as my wife. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем что ты идешь взять жену у филистинлен необрезанных. But his father and mother said to him is there not a woman among the daughters of your relatives or among our people that you must go and take a wife from the uncircumstised Philistines и сказал Самсон отцу своему ее возьми мне потому что она мне понравилась. But Samson said to his father get her to me for she is right in my eyes. Есть Божий запрет четкий ясный строгий. God forbade something very clearly. Запрещены браки с практикующими язычниками. There are commandments that says you cannot marry practicing pagans. But Samson говорит а мне она понравилась. But Samson says I liked her. Она мне по душе. She's cute. I like that one. And that's enough. It's a good argument. Does it sound familiar to you? Обнаружь настоящего себя. Find your real self. Как? Просто прислушайся к своим желаниям. How do you find your real self? Listen to your own desires. Итак, вот это первые примеры. So this is the first example. Второй. Когда впервые прочитал это место Священного Писания осознанно, я был поражен, дорогие. When I have read the second example from scriptures, I personally was astonished. Филиппийцам 2.21. And Philippians 2.21. They all seek their own interests, not those of Jesus Christ. Как вы думаете, Павел говорит о верующих или неверующих? What do you think who Apostle Paul talks about? About believers or non-believers? О верующих, дорогие. About believers. Он описывает представителей церкви. И делает такое страшное заявление. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Очень многие используют Бога только лишь в меру своих интересов. Many people use God for their own gain, for their own interest. And now let's take a look at a couple of positive examples on this topic God or my own desires. Luke 21, 44. 41. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed. Отче, о, если бы ты благоволел пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя добрость. Saying, Father, if you are willing, remove this cup from me, nevertheless, not my own will, but yours be done. In the world's history, there was not a harder choice than this. Взять на себя вину всего мира, все грехи, все последствия греха. To take the guilt of the whole world, all the consequences of sin. Либо исполнить свою волю. Either that or to fulfill my own will. Иисус фактически говорит, Отче, я не хочу пить эту чашу. Практически Jesus says, God, Father, I don't want to drink this cup. Но я все-таки принимаю решение исполнить твою волю, несмотря на то, насколько мне этого не хочется. Но я still make decision to fulfill your will, even though not looking at my own desires how I don't want this. Второй пример послания Филиппийцам, 3 глава стихи 7 и 8. Второй пример Филиппийцам, 3, 7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. But whatever gain I had accounted as loss for the sake of Christ. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So the question is God's will or my own desires. Those things that God said or those things that my heart warns. And here's the question for you again. Who do you more look alike the first two examples or last two? Pretty often when we discuss something with people when we discuss God's commandments I hear the next thing as the answer. Да. Воля Божья такова. Yes. God's will is like that. Но. But. И дальше идет. And something that continues explaining why. Это слишком трудно. It's really hard. Все так делают. Everybody does it. надо people will be laughing at me. And so on and so forth. I feel discomfortable so I will not do this. I will do something that I feel comfortable doing. who do I look more like or who do you look more like first two stories or last two. So. Заповедь о которой мы говорим сегодня поднимает вопрос a commandment that we talked today about поднимает вопрос шкалы ценностей. It raises the question of hierarchy of values. И вот в этой шкале приоритетов нужно сделать выбор дорогие. And this hierarchy of values we have to make our choice. Либо Бог either God or my own understanding. То есть Божья воля или мои представления. Как меня воспитали, как я думаю, как я учился, какой у меня опыт и так далее. God's will or my own understanding how I was raised, what I studied, what people told me and so on. Второй вопрос в этом контексте звучит так. Second question is like this. То, что Бог велит делать или то, что мне хочется делать. What God says to do or those things that I want to do. These are the questions raised by the main commandment in the scriptures. Давайте читать дальше. Let's keep on reading. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 38 и 39. Matthew 22, verse 38. Написано, «Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Итак, люби Бога и люби ближних. Скажите, каково соотношение этих двух призывов любить? Кого любить больше? Please tell me, what's the correlation of these two things? Who should you love more? Спасибо тем, кто отвечает. Я ценю тех, кто воздерживается. And those who are not answering as well? or withholding their answer? But it's very clear in the text. The first and biggest commandment is only one. А люби Бога это вторая по значимости. Люби ближнего, прошу прощения, это вторая по значимости после любви к Богу. And love your neighbor is second to the first by the significance. Любовь к нашим близним, самым даже близким, самым дорогим людям, она должна уступать любви к Богу. Снова, два негативных примера для начала. Первое царство, первое Самуило, вторая глава стихи с 27 по 29. И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли дом отца твоего когда еще были они в Египте в доме фараона? And there came a man of God to Eli and said to him, thus the Lord has said, did I indeed reveal myself to the house of your father when they were in Egypt subject to the house of Pharaoh? And he did him out of his sons before God Let's remember same chapter a little earlier 12 and how they lay with the women who were serving at the entrance of the tent of meeting It's scary They were worthless people they didn't know how to serve God and they also were laying down with women who came to serve the Lord and Eli knew about this What does it mean that he was preferring his sons to the Lord he didn't end from serving the Lord as he was supposed to do when they broke God's laws in real life his sons became more precious to him than God and serving God second example gospel of John 12 42 to nevertheless many even of the authorities believed in him but for fear of the Pharisees they did not confess it so that they would not be put out of the synagogue for they love the glory that comes from men more than the glory that comes from God first example is love to family more than to God second example love to society more than the love to God particularly love to the religious society or the church or synagogue that you belong to now a couple of positive examples in this context second chronicles 15 15 and all Judah rejoiced over the oath for they had sworn with all their heart and had sought him with their whole desire and he was found by them and the Lord gave them rest all around even Maakh his mother king Asa removed from being queen mother because she had made a detestable image for Asherah 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 cut down her image crushed it and burned it at the brook Gidron even if it's your mother as people say mother is the holy person or thing God God is holy there is no more holy than the Lord whatever relationships you would have with the closest people with the members of family You cannot place a close person above the Lord This king did the right thing He removed his mom from being queen because his point or goal was to live by the laws of God Second positive example Gospel of John 3 31 Gospel of Mark 3 Mark 3 глава 31 по 35 And his mother and his brothers came and standing outside they sent to him and called him Just imagine the situation the closest people came to Jesus to see him and a crowd was sitting around him and they said to him Your mother and your brothers are outside seeking you and he replied to them Who is my mother and my brothers It sounds strange right? Have you forgotten or what? Who is your mother or your brothers What kind of question is that? продолжает And Jesus is continuing And Jesus is continuing and looking about those who sat around him he said Here are my mother and my brothers Whoever does the will of God He is my brother and sister and mother It's strange right? Did Jesus dishonor his mother and his brothers here? Let's take a look at the context 3 глава 21 chapter 3 verse 21 a little earlier in the same chapter and when his family heard it they went out to seize him for they were saying he is out of his mind in English translation you don't need to be more specific but in Russian you do перевод российского библейского общества гласит another Russian translation Russian Bible Society translation говорит они пришли чтобы силой его увести so they take to take him with force seize him решив что он сошел с ума because they thought that he went mad or he's out of his mind и вот реагируя на эти потуги своих самых близких and reacting to these actions of his closest когда они хотели воспрепятствовать служению Иисуса when they wanted to stop his service of Jesus that he did he says настоящие братья мои и мать моя и сестры это те кто исполняет волю Божью дорогие на кого вы больше похожи например которые мы читали в самом начале когда Илий предпочел своих сыновей Господу или начальники предпочли свой статус вере в Иисуса или более на царя Асу и Иисуса Христа которые любили Бога и Его волю больше чем самых близких своих земных людей на кого больше похожи вы Ваш ребенок говорит я не хочу я не буду не пойду реагируя на призвание сделать что-то по воле Божьей что делаете вы в ответ в ответ do you do as the response ваш муж или жена говорят а я не согласна ходить в эту церковь your husband or your wife says I do not agree to go to this church а вы знаете что в этой церкви возглашается Божья истина and you know that this church proclaims God's truth what do you do who do you place on the first place today my sermon is named hierarchy or values part one and we figured out the next thing you can find this usually as a sticker on cars have you seen such a thing if you have seen can you raise your hand what does this represent значит he это он he means he большими буквами обе буквы both of the letters are a capital и дальше знак этот что означает and what does this sign mean больше чем more than и дальше маленькая i то есть я lower i то есть он больше меня more than i вот это первое что мы обнаружили сегодня бог превыше меня моих мнений и моих желаний god is higher than my understanding and my desires следуя этой логике я изготовил следующий слайд following this logic i made the next slide он больше чем они he is more than they and they means even the closest people to you god is more than even the closest people to you what is the scale of your values my dear what did god tell you while we were reading these examples from scriptures maybe you need help figuring out what's more valuable to you who is more valuable to you and finishing my sermon i want to present to you two ways of checking yourself first question who do you spend your time on and how do you spend it how much time do you dedicate to god every day or every week если вы не можете сходу ответить подсчитайте в течение следующей недели или двух вот просто запишите сколько времени минут или потом суммарно часов в день или в неделю вы посвящаете вопросам связанным с богом if you cannot evaluate that time right away so next following week count and write down how much time do you spend with god and how much time do you dedicate every day through the whole week couple questions to help you out who is the first person you speak to when you wake up how much time do you spend speaking to god throughout the day how often do you listen for the voice of god throughout the day слушаешь ли читая его слово или слушая аудиозапись священного писания или получая личное откровение от бога сколько either you reading the scriptures or listening to the scriptures or personally receiving your relation from god how much time do you dedicate for that how often do you come to the house of god how much time do you dedicate serving god do you honor god coming to the service on time because god is important to you if you are coming late to the service do you also come late to work to date to meeting to important people or is it just coming to church to these are just some questions to help you out to figure out how much time do I invest in god's work Кто для меня важнее в плане времени, который я инвестирую в нечто? И второй способ проверить. Как говорят американцы, посмотрите на свою чековую книжку. Но сейчас уже немногие пользуются чековой книжкой как таковой. Упростим, как, на кого, сколько ты расходишь своих средств, которые у тебя есть. Let's make it more simple. Who do you spend most of your money or income on? Сколько получает Господь? How much out of that God receives? This question helps you really to realize what place does God take in the scale of priorities for you in your life? This sermon is a calling to think. It's one out of a couple others that are coming. And now, my dear, I want to invite you to spend a couple of minutes in your personal prayer with God or talk with God. to honor God, I invite you to stand. I also ask to turn on the music, background music. And I invite you, please talk to God, listen to him, maybe you want to tell something to him or he wants to tell you something. Let's talk to God.